Привет, я журналист Алексей Мацука, это мой блог на телеканале Дом о том, как дела у меня дома на Донбассе, где я много лет работал журналистом. Сейчас мы внимательно здесь в редакции следим за всем, что происходит как на востоке Украины, так и в нашем украинском Крыму. В отдельных районах Донецка и Луганска областей в незаконных тюрьмах группировки ЛНР и ДНР удерживают более 3,5 тысяч человек. Такие данные Офиса Генерального прокурора Украины. Так, по данным нашей прокуратуры, в неподконтрольных районах Донбасса действуют более 160 незаконных мест удержания людей. Одна из таких тюрем – печально знаменитая колония-изоляция в Донецке, Буденновский район. Бывшие пленники называют это концлагерем, и то, что устроили вооруженные люди на территории культурной платформы, невообразимо. На сегодняшний день установлено около 170 жертв этой тюрьмы. 15 сотрудников концлагеря обвиняются в нарушении законовой обычаи войны. Пока, к сожалению, все обвинения и приговоры относительно тюремщиков группировки ЛНР выносятся заочно, то есть удаленно. Так что и подозреваемые, и преступники временно, подчеркиваю, временно находятся на свободе. Вот история одной из жертв политических преследований на неподконтрольной Донечине. Наталья Стаценко, врач кожно-венерологического диспансера Макеевки, ее обвинили в шпионаже и незаконно удерживают вооруженные формирования в СИЗО-5 Донецка. Наталью обвиняют, как я сказал, в шпионаже, конечно же, в пользу Украины и за ее проукраинскую общественную деятельность, как они говорят. Журналист и автор, публицист Станислав Асеев, который также находился у заложниках незаконных вооруженных формирований, ранее рассказывал нашим коллегам из Радио Свобода, что Стаценко задержали, когда боевики получили доступ к страницам в соцсетях, где были какие-то посты, сообщения в комментариях и в мессенджерах, и после этого задержали Наталью. То есть женщину задержали только за то, обратите внимание, что она общалась со Станиславом Асеевым. По данным украинского омбудсмена, женщина находится в критическом состоянии, нуждается в срочном лечении, у нее обострились хронические заболевания спины, скорее всего, ей уже нужна операция на позвоночнике. Прошу специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине делегировать на очередное заседание так называемого суда, которое состоится в Донецке 30 августа, своих представителей для проверки соблюдения процессуальных прав нашей согражданки. Учитывая критическое состояние здоровья Натальи Стаценко, настаиваю на ее освобождении. Наталью Стаценко задержали 10 июля 2019 года. По данным украинских правозащитников, первые три месяца ее держали как раз в той самой изоляции, а затем перевели уже в сезон номер 5 города Донецка. Если верить данным, медийная инициатива «За права человека» – это название общественной украинской организации, Наталья Стаценко была среди тех четырех пленных ЛДНР, которых могли в январе этого года освободить в одностороннем порядке и передать нардепу и другу Путина Виктору Медведчуку. Этот политик известен не только своими пророссийскими взглядами, но и связями с представителями незаконных группировок ЛНР и ДНР. Передача пленных Медведчуку была тогда приостановлена, и сейчас этот кейс покрыт тайной. Мы не знаем, что сейчас происходит с заложницами. Все это время, то есть с лета 2019 года, родные не видели женщину. Некоторую информацию родственники часто узнают от бывших заложников. Так вот отцу Натальи рассказали, что к ней применяется психологическое давление. Она находится под этим давлением постоянно. У нее постоянная депрессия и подавленное состояние. Я два года круглосуточно ищу пути освобождения Наташи, но безрезультатно. Два года моя дочь вынуждена принимать нестероидные противовоспалительные препараты, чтобы как-то снять боль. Но долгое время такие лекарства принимать нельзя, так как они имеют побочное воздействие. Я не представляю, как вообще можно находиться в таких местах в неподавленном состоянии, честно говоря. Когда вспоминаю фотографии, которые были опубликованы из изоляции. Мы столько раз слышали об условиях содержания в колониях отдельных районов Донбасса. Весь мир знает, что такое изоляция и как обращаются с заложниками представители так называемой власти в нашем Донецке. Возмутительно, что международных наблюдателей за все 7 лет конфликта так и не допустили к этим тюрьмам. Хотя я напомню, в декабре 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран нормандской четверки, на которой был и Путин, и был Владимир Зеленский, Макрон, и канцлер Германии была Ангела Меркель. И там было составлено коммунике, согласно которому Россия взяла на себя ответственность впустить представителей Международного Красного Креста во все места, которые мы называем тюрьмами, на неподконтрольных территориях Донбасса. До сих пор, с декабря 2019 года, русские не выполнили это требование всех участников нормандской четверки. Мы следим за всем, что происходит как в Киеве, так и в Москве, и на неподконтрольных территориях, чтобы первыми вам рассказывать обо всех случаях нарушений прав человека украинских граждан в Донецке, Луганске и в Крыму. Подпишитесь на этот блог и на другие наши проекты в YouTube телеканала Дом. До свидания.